Я есть. 10 февраля 1991 года. Я вижу, что у нас здесь несколько новых людей. Если вы пришли послушать лекцию, забудьте об этом. Я не лектор. Если вы пришли послушать проповедь, вы будете разочарованы. Я не даю проповеди. Если вы пришли услышать что-нибудь глубокое, опять же вы будете разочарованы. Потому что единственное глубокое, что здесь есть, это вы. Я просто зеркало. И вы получаете то, что видите. Представьте, что будет, если вы смотрите в зеркало. Вам нравится то, что вы видите? Вы видите божественное или грешника? Вы видите сияющего и счастливого человека или вы видите несчастного человека в депрессии? Каждый раз, когда вы смотрите в зеркало, вы встречаетесь с собой. Все, что вы видите во Вселенной, это не что иное, как вы сами. По сути, нет ничего, кроме истинного Я. Что вы видите? Подумайте об этом. Песнопения очень полезны для того, чтобы сделать вас однонаправленными. Чтобы ввести вас в состояние, где вы можете впитать свою собственную реальность. Аудиозапись снова начинается после песнопений. Вы когда-нибудь интересовались, откуда все появляется? Подумайте об этом. Откуда все появляется? Из ума. Солнце, Луна, Деревья, Вселенная, все. Когда вы смотрите на разнообразие мира, на разных насекомых, животных, деревья, растения, на разные листья, цветы, на разных человеческих существ. Откуда все они появляются? Как они сюда попали? Кто-то может сказать, что их создал Бог. Однако, что вы знаете про Бога? Кто такой этот Бог? Кто-то другой может сказать, это сознание. Все появляется из сознания. Откуда вы знаете? У вас было это переживание? Кто-то еще может сказать, что все есть парабрахман, за пределами Бога, за пределами бесконечного. Откуда вы знаете? Вы это переживали? Одним из лучших ответов, которые я получил на этот вопрос, это ответы это во время вчерашнего разговора. Он сказал, «Роберт, чем больше я тебя вижу, тем меньше я тебя знаю. Я ничего не знаю, я во всем сомневаюсь». И это глубоко, потому что это истина. Чтобы что-то знать, сначала нужно познать ничто. Чем больше вы думаете, знаете, тем меньше вы есть тот, кто вы есть на самом деле. Откуда появилось все это? Как мы можем это объяснить? Что бы вы ни сказали, является его причиной. А что является причиной причины? Как объяснить жизнь? Она безграничная. Но откуда она на самом деле появляется? Я могу ответить, рассказав одну историю. Когда мне было примерно 10 лет, мой дядя повел меня к гипнотизеру. Этот гипнотизер был достаточно известным человеком в те времена. Также он был магом. Там, в таунхолле в центре Нью-Йорка, собралось, наверное, человек 400. Гипнотизер выбрал определенных людей. Сначала он спросил, кто хочет быть добровольцем. Я сказал своему дяде, почему бы тебе не пойти добровольцем? И он сказал, ладно, и пошел. Там было около 25 добровольцев, которые сидели на сцене на стуле. Гипнотизер пообщался с каждым из них. Практически всем он сказал возвращаться на свои места. Он выбрал пять человек из всех. Мой дядя был одним из них. Потом гипнотизер стал их гипнотизировать и заставил их вытворять забавные вещи. Но что я действительно запомнил, это был мой дядя. Перед тем, как все закончилось, и гипнотизер вывел всех из гипноза обратно в эту реальность, он сказал моему дяде, «Когда ты уйдешь отсюда, то вернешься на свое кресло». Но когда я хлопнул в ладоши, ты представишь, что на твоей шее сидит паук-черная вдова. Я очень смеялся. Гипнотизер сначала хлопнул в ладоши, мой дядя вышел из транса и сказал, «Я был под гипнозом?» Сомневаюсь. Он вернулся на свое кресло. Гипнотизер стал говорить о чем-то другом. Затем он остановился и хлопнул в ладоши. Как только он это сделал, тут же мой дядя начал кричать и бить себя по шее. Он сказал, «Роберт, у меня на шее паук, посмотри, где он?» Он встал, начал извиваться и хлопать в себя. Гипнотизер снова хлопнул в ладоши, и мой дядя вернулся в естественное состояние. Человеческое состояние. Когда я посмотрел на его шею, там было красное пятно, как укус паука. Откуда это появилось? Паука не было. Откуда появился укус? Кто его там оставил? Он заболел после этого? Нет. Его ум не был таким сильным, да? Он вообще не заболел. Когда гипнотизер хлопнул в ладоши, все вернулось в норму. Но пятно красное отметина осталось. Та же сила, которая породила красную отметину на том месте, породила и Вселенную. Иначе говоря, ничто. У этой Вселенной нет причины. Еще одна иллюстрация. Был один монах, который сидел на занятиях со своим учителем. Учитель объяснял. Все происходит из ничего. Этот монах прервал занятия, сказав, «Как так может быть, мастер? Это звучит как невозможное. Как это может быть?» Учитель сказал монаху, «Ты видишь это инжирное дерево за окном?» «Да, учитель. Выйди на улицу и принеси мне инжир». «Да, учитель». Монах пошел к дереву, принес инжир и положил его перед учителем. Учитель сказал, «Раскрой инжир». Монах сделал это. «Что ты видишь?» «Тысячу семян. Возьми одно из этих семян и разрежь его с помощью резвия». Монаху потребовалось много времени, но он разрезал семя. Учитель спросил, «Что ты видишь?» Внутри семени инжира была только полость. Ученик сказал, «Ничего, учитель». Учитель заметил, «Правильно». «Ничто, которое породило дерево инжира, это то же самое ничто, которое породило Вселенная». Это оптическая иллюзия. Вселенная не существует так, как кажется. Она исходит из вашего собственного ума. Однако мир кажется реальным. Как это может быть? А как шея моего дяди стала красной, будто бы от укуса паука, которого не было? Я уверен, что многие из вас, когда были детьми, стояли на железнодорожных путях и смотрели вдаль. Казалось, что пути сходятся. Это оптическая иллюзия. Когда вы находитесь в пустыне и испытываете жажду, то видите оазис и воду. Но когда вы присматриваетесь поближе, ничего нет. Ничего не существует. Это иллюзия. Этот мир кажется миром последствий, без причины. Мир не имеет эго. Он ниоткуда не появлялся. Как так может быть? Подумайте о том, как вам снятся сны. Есть ли начало ваших снов? Сон просто начинается. Все уже есть. Деревья, цветы, люди, ситуации. Все просто начинается. Начала нет. Причины нет. Однако откуда появился сон? Психиатры и психологи рассказывают про ум, что нервы порождают импульсы в мозгу и создают сны. Мир и Вселенная точно такие же, как сны. Но как это влияет на вас? Весь мир явлений безличностный. Совершенно безличностный до тех пор, пока вы не отождествляетесь с какими-то ситуациями, делая его личным. Например, простуда. Простуда – это нечто безличностное, когда она не влияет на вас. Но вам промыли мозги, чтобы вы верили, что подхватываете простуду. Поэтому, когда у людей простуда, вместо того, чтобы просто смотреть и не отождествляться с ней, внутри нечто подсознательное, порешедшее из вашего воспитания, верят, что простуда – это нормально. И вы говорите себе, у всех бывает простуда. Конечно же, и у вас тоже. Я помню, когда мне было 9 лет, каждый день, когда шел снег, я выбегал на улицу в футболке и играл со снегом. Я делал это каждый раз, когда меня не видела моя мама. Мне было весело. Я бросал снежки, лепил снеговиков и никогда не болел простудой. Однажды моя мама увидела, как я выхожу в футболке, и стала кричать. «Роберт, вернись домой сию же минуту и одень пальто, а то еще простудишься». Конечно же, в тот день я простудился. Почему? Потому что я отождествился с тем, что сказала моя мама. В конце концов, она моя мать, она должна знать, что говорит. Давайте возьмем другой пример – рак. То, что мы называем раком, безличностно. Однако, когда кто-то из нас отождестряется с ним, кажется, что у нас есть рак. Если бы мы посмотрели на рак, так же, как и на простуду, он бы исчез сам по себе. Однако, что первое приходит на ум, когда вас диагностируют рак? Смерть. И вы начинаете загибаться. Но в действительности рака нет. Простуда нет. Нет ничего, кроме сознания. Однако вы видите мир, вы верите в мир и отождествляетесь с ним. Мир и обстоятельства не приходят к вам. Это вы создали свои обстоятельства тем, что приняли то, во что поверили, с чем отождествились. Взгляните прямо сейчас на свою жизнь. Подумайте о том, что в ней происходит. Вы счастливы, вы несчастны, вы здоровы, вы больны, вы богаты, вы бедны. Это не имеет значения. Единственное, что имеет значение, это то, что вы есть то, с чем отождествились. Где-то, как-то. Нет силы вне вас самих. Нет мира вне вас самих. Нет творения вне вас. Нет вселенной вне вас. Нет Бога вне вас. Вы породили все это. Вы играете в игру сами с собой. Вы притворяетесь. Почему? Задайте себе этот вопрос. На санскрите это называется лила. Великая иллюзия. Великая игра. Или майя. Великая иллюзия. Вы отождествляетесь с миром и, соответственно, страдаете. Подумайте о том, что прямо сейчас причиняет вам боль, что вас огорчает или злит. Вы должны что-то сделать, если что-то происходит. Не важно, что именно. Факт остается фактом. Вы наделяете это силой, потому что отождествляетесь с этим. Чтобы решить эту проблему, все, что мы должны сделать, это изменить отождествление. Мы должны начать отождествляться с реальностью. Но вы скажете, «Я не знаю, что такое реальность». Тогда все, что вам нужно сделать, это избавиться от того, что не является реальностью. И реальность проявится сама по себе. Иначе говоря, вы должны это осознать и начать работать над собой. «Знаешь, что я не мир, я не физическая вселенная, я не моя ситуация, я не мое тело, я не мой ум, задайте вопрос, тогда кто я?» Никогда не отвечайте. Вы просто устраняете препятствия, поскольку никогда не сможете вербально узнать, кто вы. Только в тишине к вам приходит окончательная истина. Только тогда, когда ваш ум становится тихим, спокойным, как неподвижное озеро. Неподвижное озеро отражает звезды, луну, солнце, а шумное, волнующееся озеро совершенно ничего не отражает. Точно так же существо, чьим становится неподвижным, спокойным, расслабленным, умиротворенным, начинает отражать свою собственную божественность, чистое осознавание, нирвану, пустоту. Это всегда приходит само по себе. Окончательная реальность уже есть, вам не нужно ее искать. Никто не может вам ее дать. Вы просто должны устранить все мирское. Может быть задан вопрос, должен ли я отказаться от мира? Должен ли я отказаться от своей профессии, семьи, идти медитировать в пещере? Конечно, нет. Вы должны отказаться от всего этого умственно, а не физически. Физически вы не должны от чего-то отказываться, а умственно вы должны понять. Все в моей жизни исходит из моего собственного ума. По мере того, как вы начинаете отказываться от этих вещей умственно, понимая, «я не мое тело, я не мой ум, я не мир, я не мои обстоятельства», вы будете замечать, что становитесь все спокойнее и спокойнее, счастливее и счастливее. Однако, ваше тело продолжит заниматься тем, для чего оно сюда пришло, но все будет делаться лучше, поскольку вы не будете вмешиваться. Вы больше не будете вмешиваться, стараясь заставлять что-нибудь случаться. Например, вы продавец. Раньше вы использовали план и схему, как продавать. Но с этим новым знанием нет никого, чтобы планировать и составлять схему, поскольку ваш ум становится пустым. Однако, ваше тело будет продолжать свою работу продавца, и благодаря тому, что никто не вмешивается, вы станете суперпродавцом. Почему? Потому что истинная природа Вселенной это полнейшая радость и блаженство. Это ваша настоящая природа, поскольку вы и есть Вселенная. По мере того, как вы убираете себя с пути, та сила, которая возникает, чтобы росла трава, заставляет цвести цветы, выращивает апельсины на деревьях, будет заботиться о вас. Вам нечего бояться. Как вам начать? Осознав, что вы ничего не знаете, перестав пытаться быть умными, повторять аффирмации, которые вы выучили из книг, осознав, «я абсолютно ничего не знаю, я понятия не имею, как сюда попало дерево, оно просто появилось». Что появилось в первом? Семя или дерево? Я не знаю. Как сюда попала собака, Генри? Откуда появилась собака? Откуда появилась первая собака? Никто не знает. Откуда появились земля, луна, звезды? Вы должны признаться себе в божественном неведении, что вы абсолютно ничего не знаете. Вот как вам начать. Поэтому великий мудрец Лао Цзи тоже говорил, «Чем больше вы говорите, тем меньше вы знаете». Чем меньше вы говорите, тем больше вы знаете. Почему? Потому что, когда вы разговариваете, то говорите о мире и мирских вещах. О чем вы еще говорите? И поскольку мир на самом деле не существует, так как вы думаете, то вы не знаете слишком многого. Чем меньше вы говорите, тем больше обращайтесь внутрь, погружайтесь в себя, где находится ваша реальность. Тогда вы начинаете становиться самой реальностью. Именно так это начинается, со слов «я ничего не знаю». Следующий шаг – осознать, что вы существуете. Это единственное, в чем я уверен. Я существую. Кто существует? Я. Хорошо. Кто этот «я», который, как кажется, существует? Откуда оно появилось? Я не знаю. Кто не знает? Я. Мы вернулись к «я». Что-то внутри начинает говорить, что «я» в ответе за все, во что я верю. Откуда я появился? Кто я? Вы начинаете искать источник «я». Вы не утверждаете, где находится источник. Нет пользы в том, чтобы утверждать, что источник – это сознание, если вы не пережили это. Вы отслеживаете «я» до его источника. Как вы это делаете? Задавая себе вопрос «Кто я» или «что я?», делая паузу и спрашивая себя снова «Кто я?». По мере того, как вы будете это практиковать, будет возникать нечто очень интересное. Вы обнаружите, что становитесь все счастливее и счастливее, что вы приобретаете чувство бессмертия. Вы не знаете почему. Вы просто это чувствуете. Вся истина раскрывается вам. Вы начинаете понимать, что вы никогда не рождались, и сейчас вы не существуете как тело. Никогда не будет такого времени, когда вы исчезнете. Вы всегда существовали как сознание, как чистое осознавание, как абсолютная реальность. Это придет к вам. Вы попробуете поделиться этим со своими друзьями и родственниками, однако не сможете, поскольку нет слов, чтобы это описать. С вами произошло то, что вы соединились с сознанием. Вы стали истинным «я». И вы осознали, что вся вселенная это не что иное, как вы сами. Нет двух «я» или трех, или четырех. Есть только одно истинное «я», и вы этим являетесь. Это становится для вас ясным и очевидным. Тогда вы становитесь ценным для мира, поскольку относитесь ко всем так же, как к себе. Все это происходит автоматически. Сейчас я пытаюсь использовать слова, чтобы это объяснить. Когда это происходит с вами, слова становятся чуждыми. Вы становитесь живым воплощением сознания. Сознание – это ваша настоящая природа. То, за кого вы себя сейчас принимаете, не существует. Это массовый гипноз. Ситуация, в которой вы вовлечены фальшивы. Ничего не является таким, каким кажется. Поэтому начинайте работать над собой. Обнаружьте, является ли то, что я сказал, правдой. Не верьте ни единому моему слову. Проведите эксперимент. Вам не нужно куда-то ехать. Просто там, где вы есть, дома, начните проводить больше времени, погружая в себя, смотря, свидетельствуя. Когда возникают мысли, просто спрашивайте себя, у кого возникают эти мысли. У меня. Я их думаю. Кто я? Что является источником я? По мере того, как вы, мои друзья, занимаетесь этим, я могу вас заверить, что в вашей жизни, раньше или позже, будут происходить чудесные изменения, и вы станете свободными. Никто никому ничего не делает. Мы не тело, не ум, и не субъективное, не объективное, не вселенское. Вам только так кажется, когда вам снится сон, заканчивающийся смертью. Но когда вы пробуждаетесь, все это больше не существует. откуда нам знать, что мы всегда здесь были и что мы будем здесь всегда? Разве это не теория? Это теория, если вы это не пережили. Как можно это пережить? Обнаружьте это для себя. Идите вовнутрь. Тогда, если мы это переживаем, наш ум все равно есть. Откуда вы знаете? Ваш ум и есть ваше препятствие. Ум это часть источника? Нет. Все есть часть источника? Нет, потому что ничего не существует. Что вы подразумеваете под ничего не существует? быть частью источника означает, что источник породил эти условия. Вот что вы подразумеваете. Но в действительности то, что вы называете источником или абсолютной реальностью, знает только себя, как сознание. Оно ничего не знает об этом. Это вы знаете. Вы знаете, что есть мир, но в действительности мира нет. То, что вы называете источником, знает лишь себя и все. Но обнаружьте это сами. Но если вы говорите, что все всегда существовало, значит собака тоже всегда существовала? В проявленном. Мы тоже в проявленном. Ваше тело это проявленное. Мир это проявленное. Но на самом деле это не вы. Вы непроявленный мир. Кажется, что вы есть. Но мы все работаем вместе. Все происходит вместе. Нет, не происходит. Так кажется. Нет никого, чтобы вместе работать. Нет других. Это все равно, что вы скажете, что небо голубое. Но если вы отправитесь в атмосферу, то обнаружите, что нет ни неба, ни голубого. Этого не существует. Но я ссылаюсь на вас, потому что вы здесь. Если бы вы не были здесь, у меня не было бы такой же иллюзии, если вы хотите это так называть. Если собаки нет, у меня нет такого же восприятия. Хотя это восприятие, это вилла, как вы там ее называете, очень важна. Вы это видите, исходя из того, где находитесь. Я имею в виду просто бытие. Я не имею в виду, что это важно для человека, как человека. Это важно, потому что именно это означает жизнь. Для кого? Для вас. Для меня это моя жизнь. Вы видите это так прямо сейчас. но давайте представим, что вы в детском саду. В детском, извините, где? В детском саду. Нет, в школе. В школе. Когда вы были в детском саду, это была ваша жизнь, и это было все, что вы знали. Хорошо. Но затем вы вырастаете. Хорошо. И теперь вы где-то еще, и вы говорите, что это ваша жизнь. Хорошо. Но жизнь это эпизода роста. Хорошо. Поэтому вы перерастете то, во что верите сейчас, и в один прекрасный день будете видеть что-то совершенно другое. Но вы знаете, что после определенного этапа ты начинаешь подозревать, что это так. Но я все равно чувствую благодарность цветку, всему, что есть. Когда вы были в детском саду, вы чувствовали благодарность бумажным шарикам, которые бросали, и волосам, за которые кого-то дергали. И это была ваша реальность. Теперь то, что вы мне рассказываете про себя, ваша реальность. Но есть больше, чем это. Я не хотел вам противоречить. Да пожалуйста. Но если все это удалить, тогда мы должны быть ничем. И это оно. До вас дошло. До вас дошло, это оно и есть. Когда вы становитесь ничем, то являетесь всем. Есть ли такой момент, когда чувствуешь, что ты что-то знаешь? Знать нечего, потому что вы являетесь всем. сознание знает себя. То есть знания нет, не будет никакого знания. Не знание, как оно есть сейчас. Есть только чистое осознавание, абсолютное осознавание, чистая разумность. Вы знаете себя. И мы знаем все остальное, как себя. Но что касается того, откуда оно появилось, что это такое, мы действительно не знаем. все это становится ясным. Оно ниоткуда не появлялось, потому что оно никогда не существовало. Это только видимость. И сейчас она кажется вам реальной. Но когда-нибудь наступит такое время, когда все это уйдет, и вы будете свободными. Роверт, тогда единственное, что можно сделать, это держаться за ничто. Но тогда нет никого, чтобы за него держаться. Когда вы отслеживаете я до его источника, я растворяется в сознании, которое называется ничто, не что-то. Это еще называется блаженством, гармонией, любовью. Вы становитесь живым воплощением этого и не можете ничего объяснить, потому что слов нет. Помните, что ограниченное никогда не сможет постигнуть безграничное. Вы сможете найти истину только в тишине, а не с помощью слов. Для ума это выглядит как ноль, но в действительности это реальность, правильно? Ум это ноль. Тогда это просто противоположное. Ум думает, что это что-то и что ничто это ноль. А по правде, как вы говорите, ноль это настоящая реальность и ум на самом деле ноль. Вы можете сказать так. Весь мир любит ложь. Поэтому когда я говорю истину, он думает, что я говорю ложь. Тогда видящий сон не может проснуться, потому что сон ему не снится. Верно. Я этого не понимаю. Никто не спит. Вам кажется, что вы спите, пока считаете себя телом. душа. когда вы пробудетесь, то осознаете, что всегда были пробуждены. Никогда не было такого, чтобы вы были чем-то отличным от чистого сознания. Тогда можно дать этому название душа? Нет. Душа это часть вашего ума. Души не существует. Вы наделяете ее верой. Точно так же, как реинкарнация, карма и все остальное. Пока вы считаете себя телом, все эти вещи кажутся реальными. Но как только вы осознаете, что вы не тело или ум, все станет лишним. Предполагается, что душа это индивидуум, а вы говорите, что такого нет, есть только сознание, которое не является индивидуумом. Это то же самое, как то, когда люди верят, что когда они умрут, их душа станет чем-то еще. Вы переходите на кавазальный или астральный план, или еще куда-то. Это правда для тех людей, которые верят, что они тело, потому что вы создаете все эти вещи. Но как только вы пробуждаетесь к своей настоящей природе, все это не существует. Роберт, как мы видимся вам? Как я. Есть только одно истинное я. Когда я говорю о себе, я не имею в виду себя, как Роберта. Я имею в виду сознание. Есть только одна окончательная реальность. И я есть то. Но вы же видите наши тела, правда? Вы видите тело. Да, вижу тело, как зеркало видит отражение. Вы видите отражение зеркала, но вы не отражение, вы зеркало. Точно так же я вижу все, как наложение на истинное я. Есть одно истинное я, и я есть то. Вы можете фактически видеть сознание? Есть ли видимость у сознания, физическая видимость? Нет. Я вижу вас. Когда вы идете в кино, то видите изображение на экране. Вы забываете об экране и думаете, что изображение реально. Но если вы попробуете их схватить, то схватите экран, потому что на самом я вижу вас как сознание. Я вижу экран, а не впечатление от изображений. Но своими физическими глазами вы его не видите. Вы его чувствуете или знаете? Оно как знание его или оно как бытие им? Я переживаю единство. Все есть одно, все приходит и уходит, но единство никогда не меняется. Тогда вы чувствуете, что вы каждый человек. Нет, я чувствую, что я единица, единая. Есть одно. Ничего не разделено. Есть только единство. Вы это чувствуете или знаете? Все присутствие? Все присутствие. Чувствовать и знать это не то. Есть состояние бытия, где вы просто становитесь этим. Единственное слово для этого тишина. И это огромное счастье? Абсолютное блаженство. В одной из песен, которые мы слушаем, говорится существование знания блаженства. Это правда? сад читананда существование знания блаженства это составные реальности. Это вся реальность. Но это вне этого. Вы ищите слова, чтобы это объяснить. Помните, что ограниченное не может описать или объяснить безграничное. Нет слов, чтобы описать это. Вы должны погрузиться внутрь себя и доказать это для себя. По этой причине я так часто говорю, чтобы вы мне не верили. Не верьте ни единому моему слову. Зачем не верить? Погрузитесь внутрь себя и обнаружьте. Докажите это себя и затем придите и поспорьте со мной. Давайте еще споем. После пения Вы сказали, что нет кармы и нет реинкарнации. Да. Вы бы могли определить карму для теперешнего кризиса на Среднем Востоке? Кризис на Среднем Востоке это часть иллюзии. Это иллюзия? Это часть того, что вы видите. Это нечто, что вы создали своим умом. Я думаю, что прямо сейчас это не исходит из моего ума. Конечно, исходит. Прямо сейчас мы сидим здесь, и это ваше восприятие. Вся идея в том, чтобы выйти за пределы восприятия, и тогда вы увидите нечто совершенно другое. «Что такое мое восприятие?» «То, что вы мне рассказываете». «Зачем мне...» «Нечетко». «Конечно. Это точно так же, как будто вам снится сон, и в этом сне мы точно так же разговариваем. И вы говорите «Нет, Роберт, это не так, разве ты не видишь, что мы все здесь сидим, я могу встать и ущипнуть тебя». Во сне вы подходите и щипаете меня, и говорите «Война есть, и война происходит во сне». Все происходит, но потом вы просыпаетесь. «Я не совсем понимаю, почему нет кармы и нет реинкарнации?» «Потому что вы в это верите, только потому, что вы в это верите, поэтому они существуют». «Но тогда почему вы говорите, что они не существуют?» «Я говорю из моего собственного опыта». «Вы можете это доказать?» «Я имею в виду, что не могу понять, что вы говорите». «Я не хочу, чтобы вы поняли». «Я знаю, но это другое». «Что бы я вам ни сказал, это не будет иметь значение, потому, что это просто слова. Поэтому я говорю, обнаружьте для себя». «Я обнаружил». «Это то, где вы находитесь сейчас, но есть больше, чем это». «О, я знаю, что есть больше. Вы говорите, что вы лучше, чем я». «Не, не говорю, я хуже, чем вы». «Но вы не знаете этого. Откуда вам это знать?» «Потому что вы мне только что это сказали». «Это просто слова». «Правильно, это просто слова, поэтому мы говорим». «Итак, когда мы попадаем в сознание, ничего нет?» «Что такое чистое сознание?» «Из того, что вы говорите, я думаю, я надеюсь, что в нем мы сможем общаться, или это сознание Бога, как вы там это называете? Это просто сознание». «Почему вы говорите, что вы не переживали?» «Я это переживал, потому что вы так сказали». «Так вы это переживали?» «Да, я это переживал». «Тогда бы вам нечего было говорить». «Тогда я не знаю про это. Я сейчас разбираюсь с вашим утверждением про то, что нет кармы и реинкарнации, потому что я, как и многие другие, обнаружил, что это правда». «Тогда наслаждайтесь». «Каждому нужно обнаружить свои собственные концепции. Нужно учиться руководствоваться чем-то, что ты чувствуешь правильным для себя». «Погрузитесь внутрь себя и обнаружьте». «Обратитесь глубоко внутрь себя. Все ответы там». «Ладно, я думаю, что понимаю, нет аргументов». «Почему должна быть реинкарнация, если то, чем мы являемся на самом деле, никогда не рождалось и никогда не умрет?» «Но мы не знаем про это». «Да, но если это переживается как взрыв в себе». «Тогда больше ничего нет». «Верно, но мне было интересно, почему реинкарнация человека должна быть, если все мы по правде не рождались и не умрем». «Потому что вы верите, что вы тело? Пока вы считаете себя телом, есть не одно тело, а много тел». «Я не могу с этим согласиться, а с тем, что вы говорите, Роберт, что я тело. Я знаю, что я не только тело, это я знаю». «Но вы верите в ваше тело, вы верите, что ваше тело реально». «Сейчас да». Почему должно быть наоборот? «Вы также сказали, что нет души». «Для кого есть душа? Для тела». «Да». «Пока вы считаете себя телом, есть и душа, и карма, и реинкарнация, есть Бог, все есть. Но как только вы выходите за пределы тела, все это исчезает». «Роберт, вы атеист? я верю, что Бог это все. То, что мы называем Богом, это еще одно название сознания». «Вы встречались с Нуни Йоганандой? С кем? Шри Рамана Нуни Йоганандой? Нет». «Как мы попали под гипноз? Вы никогда не были под гипнозом. Вы верите, что попали под гипноз, поэтому все и происходит. Но вы совершенно свободны». «Да, но мой ум нет». «Пока вы в это верите, будете связаны. Вы должны обратиться внутрь себя в тишине и посмотреть, для кого есть ум». «Но как мы можем говорить о свободе, если мы видим, что все равно связаны с законами смертного существования? Мы же дышим? Скажите это еще раз». «Как можно говорить о свободе, если мы своими глазами видим, что все еще связаны с смертным существованием, которое привязывает нас к логике? Чтобы разрушить ум, вы используете ум. Когда вы исследуете ум, он исчезает, потому что он никогда не существовал. А вы можете доказать трансцендентность тела, остановив дыхание и сердцебиение? Остановив что? Дыхание и сердцебиение. Остановка дыхания и сердцебиение никак не связана с трансцендентной медитацией. Это совершенно другой трюк ума. Но трансцендентные, которые мы используем, вне причин и вне ума. Если вы выходите за пределы ума, то становитесь свободными. Все остальное от ума. Если мы все равно стремимся дышать и есть, тогда мы должны быть частью тела, которое не отделено от ума. Все это часть ума. Когда выходишь за пределы ума, тело все равно ест и все равно делает все, что оно делает. Но это не имеет к вам никакого отношения. Роберт, в последний раз мы говорили об ангелах. Есть такая вещь, как ангелы? В вашем уме, пока вы считаете себя умом и телом, ангелы существуют, дьявол существует, все существует. Но как только вы осознаете, кто вы, то становитесь свободными и освобожденными. Но разве это не часть творчества? Как у человека искусство, потому что он желает этого. творчество приходит из вашего ума. Да, но по вашей собственной свободной воле. Конечно, пока вы думаете, что вы ум, вы можете делать самые разные вещи. Мы знаем, что они не существуют, но наслаждаемся игрой. кто наслаждается? Тот, кто есть. Кто это? Кто угодно. Вы меня на этом не поймаете. Когда ум уходит, все является блаженством, и все само себе заботится. Да, но ум это тоже блаженство. Ум это сборище мыслей. Ум это куча мыслей о прошлом и будущем. Тогда эмоции просто порождаются мыслями. Да, все является частью вашего ума и частью вашего мыслительного процесса. Поэтому нужно выйти за пределы ума. Ваша история про инжир в центре всего лежит ничто. Пустота. Пустота? Пустота это сознание. И ему очень сложно принять, что он не существует, верно? Ум вообще никогда это не примет. Поэтому вы должны исследовать свой ум, наблюдая его, будучи внимательными. Задавая вопрос, у кого появляется ум. Тогда это последний страх, страх смерти. Страх смерти? Нет мысли, нет жизни для ума. Это ум играет в разные игры. Смерть, рождение и все остальное между ними. Когда ум уходит, уходит все. Означает ли это, что как только выходишь за пределы ума, всегда есть пустота? Есть пустота, как сознание, как блаженство. Это не пустота, как вы ее знаете. это прекращение мысли и присутствие абсолютной радости. Абсолютной радости, которая лежит за пределами понимания. Давайте попробуем пережить это. Вы можете практиковать это наедине у себя дома. Итак, закройте глаза. Постарайтесь сфокусировать свое внимание на вашем дыхании. Просто наблюдайте, как вы дышите. Если к вам придут какие-то мысли, просто игнорируйте их. Станьте наблюдателем своего дыхания. Теперь задайте себе вопрос. Кто наблюдает дыхание? Кто является свидетелем моего дыхания? И появляется ответ «Я». теперь это медитация. Вместе со своим дыханием на вдохе вы говорите «Я», на выдохе вы говорите «Есть». «Я» есть. «Я» 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 «Я»